Еще с первых дней войны звезды Украины, Европы и США осудили войну и призвали агрессора к миру. Я еще никогда не была настолько гордой от того, что я украинка. А я очень горд, что женат на украинке. Политики, актеры и музыканты были едины в своей позиции. Россию нужно остановить. Конечно же, русская пропаганда обвинит весь цивилизованный мир в пляске под американскую дудку. Но вот ведь проблема. Осознание того, что у бункерного тирана окончательно снесло крышу, пришло даже к заядлым путинистам. Жерар Депардье. Настоящая звезда французского и мирового кинематографа. Актер, чьи фильмы миллионы людей с удовольствием пересматривают и сегодня. Вот так? Вот так в одну. Ну, сейчас... В чем дело, а? Кто еще хочет? В 2013 году Депардье был в поиске спасения от увеличившихся налогов во Франции. Хорошо помню, как в 2013 году мне позвонил Владимир Путин. Он сказал, Жерар, приезжай. Он прислал за мной самолет. Он дал мне паспорт. Банальное нежелание платить налоги русская пропаганда перевернула с ног на голову. И вот уже для любимого зрителя готово кино. В главной роли мировая звезда, спасающаяся бегством от прогнивающего Запада. Французский актер Жерар Депардье накануне признанной персоной Нонграда в Украине прибыл в Беларусь. Но если называть вещи своими именами, Жерар Депардье в очередной раз блистательно сыграл оплачиваемую роль. Роль пиар-теленка для русских закомплексованных царьков. На встречу с Владимиром Путиным прилетел Жерар Депардье. На этой неделе президент своим указом предоставил знаменитому французскому актеру российское гражданство. Тут вам и тикток-падишах, подаривший Жерару квартиру в Чечне. И, конечно же, белорусский усатый картограф, передавший Депардье в бесплатную аренду огромный участок земли сроком, внимание, на 99 лет. Лукашенко и Депардье в неформальной обстановке побеседовали на темы поддержки сельского хозяйства в современном мире. Жерар Депардье, актер, которого многие считали преданным путинистом, на самом же деле всего лишь очередной прикормленный пропагандист. Только вот у Жерара, в отличие от большинства кремлевских попугаев, шанс избежать трибунала был. И он им, конечно же, воспользовался. Россияне не несут ответственности за безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как Владимир Путин. Депардье всего лишь один-единственный из долгого списка. Десятки русских звезд уже покинули Россию. Более того, даже якобы преданные псы режима, такие как Газманов, пытаются тщетно получить гражданство Израиля. Россия Путина, глубокому сожалению для незомбированных россиян, сиганула в открытое окно. А все, у кого есть возможность раскрыть парашют и покинуть летящую в пропасть империю безумца, непременно его раскроют.